Вот цель на встрече, это не вражда, а реально взглянуть там на вещи или, как говорит Игнатий Тихонович, оценить во свете Библии. Вы знаете, что я ролики делаю на канале Игнатия Тихоновича и обрабатывая каждый ролик, я знакомлюсь, стараюсь найти информацию о каждом человеке. Ну и я зашел, сделал запрос в Яндексе, и мне Яндекс выдал ВКонтакте Игорь Капранов, и из переписки я Игнатий читал ссылки, посмотрите, песни Игоря. Игнатий Тихонович, как и самый лучший. Это снега, ночи, это снега, жизнь, это снега, жизнь, это снега, это снега. Вот, ну и там из переписки все ясно, вот, и у меня такие сразу встречные вопросы, вот, ну, кто переписк, если вы вот жизнь свою изменили, почему не уберете свои страницы ВКонтакте? Ну, во-первых, страница у меня одна, в которой есть у вас друзья, а остальные, если вы наберете ВКонтакте Капранов Игорь, то там будет, ну, очень много, причем своими фотографиями и так далее. Ну, эти, в общем-то, так называемые фейки, они делаются каждый день, да, там, различными людьми, и за этим просто невозможно уследить. Или страницы принадлежат тем людям, которые сами это делают, да, по собственному желанию. Я говорю уже, то есть, есть разные там люди, допустим, там, в основном это молодые люди, которые не совсем уже, ну, скажем, отвечают за свои поступки, да, поэтому не хотят быть самими собой, хотят быть именно теми, скажем, кто им нравится. Вот, поэтому этих страниц очень много и за ними как уследить просто невозможно. Это на их совести, что они берут мою имя, фамилию, мои фотографии с моей реальной страницы, да, и используют их в своих целях. Угу. Вот еще мне, значит, вот в этой беседе я ролик обрабатывал, вдруг вижу вот руки вот в татуировках. У меня такой вопрос сразу возникает, вот вы как нормально к этому относитесь, вот то, что сын вот видит вот это все. У меня, к примеру, вот есть татуировка на левом плече, маленькая, небольшая, так у меня вот, допустим, внуки есть, я бы постеснялся показать вот ее, допустим, а у вас вот фотографии там с ребенком, с сыном, вы там свободно гуляете с ними, значит, в татуировках. Вы как вообще к этому относитесь? К татуировкам я отношусь отрицательно, но, как говорит Давид, я грех свой ношу перед собой. И это всегда есть напоминание мне о моей прошлой жизни, да, и, как вы знаете, это никуда не убрать, никуда уже с этим но как бы ничего не сделать. К сожалению. Почему? И можно скрывать одежду. Вот я, к примеру, был блудником, но это не значит, что я теперь буду вконтакте на своих страницах там или где выставлять блудниц фотографии. Почему же не скрыть? Вот это можно скрыть даже очень удачно, хотя бы от своих ближних. Потому что мы же знаем, что если мы расклим хотя бы одного из малых сих, то горе нам будет. А вы открыто показываете вот эти вещи. А вдруг вашему сыну это понравится, и он себе будет делать 14 лет такие штуки? Ну, мы этого не знаем. Это как бы только домыслы и догадки. Нет, ну почему же домыслы? Потому что, например, я уверен в том, что ему понравится то, что у папы на теле. А я вот, допустим, боюсь своим внукам показать свою татуировку. Вот. И, значит, последний такой вопрос. Вот передача была со священником. С отцом Георгием. А? С отцом Георгием, да. Да. Вот он спрашивает у вас, вы можете назвать вашу музыку сатанизмом? Вот. То есть цитата такая там была. Вы отвечаете ему, что вы знаете, что мне повезло, я об этом не думаю. Вот. И тут же говорите, мне часто приходится общаться вот с людьми, с такими, которые пишут эту музыку, поют, играют. Я просто так назвать это сатанизмом не имею права. Вот. Потому что еще, возможно, кто-то через эту музыку придет к Богу. Я думаю, что для, ну, скажем, православных наших зрителей, конечно, по крайней мере некоторых, интересно было бы узнать, как вы сейчас оцениваете, ну, вот, ваше прошлое творчество. Есть там представление о том, что там тяжелая музыка – это все сплошной сатанизм. Есть представление, что это, скажем так, просто направление современной музыки не хуже всех прочих. Вот, как сказать, через ваш личный опыт сейчас как вы на это смотрите? Вы знаете, мне на самом деле повезло. Я об этом не думаю. Потому что это настолько выпало из, как бы, картины моей жизни и каких-то моих интересов, что я совершенно об этом как-то не задумываюсь. Но ко мне часто обращаются разные ребята, которые занимаются рок-музыкой, да, и я думаю, что человек творческий, он не может в один прекрасный момент пресечь этот источник творчества. То есть, возможно, для него эта музыка станет той ступенькой, как бы, к небу, которая потом его приведет дальше. Вот, как бывает, совмещаете вот эти понятия, то, что Христос сказал, отвергнуться всего прошлого, прошлой жизни отвергнуться, взять крест и следовать за ним. Вот я в этом увидел какие-то несовпадения с православием. А в каком месте? Что именно? В каком месте у вас получилось несовпадение? Несовпадение, что вы не видите сатанизм в этом, если так можно назвать, творчестве. Сергей, я вам объясню, в чем дело. Дело в том, что, так как я играл такую тяжелую музыку, и ко мне обращаются именно те люди, которые как раз еще играют эту музыку, а я уже ее давно не играю. И поэтому, так как я проделал путь, так скажем, оставив этот груз как бы позади себя, да, полностью исключив, так скажем, свое действие в написании музыки, в игрании музыки, вообще ушел как бы от этой стези и начал заниматься, можно сказать, противоположными этому делу. Во-первых, я, ну так скажем, пою в коре, то те люди, которые до сих пор этим занимаются, они многие приглядываются, и для них это является неким примером. Поэтому они ко мне обращаются. И, естественно, если я им в лоб вот так вот скажу, как Инатий Тихонович сказал, что при первой беседе это не всегда возможно, то не получится никакого дальнейшего диалога. Поэтому я начинаю задавать различные вопросы, мы с ними общаемся, и я думаю, что они сами потом понимают, что это такое, к чему это видим. Потому что практически ни один человек, с которым я общался, не сказал, что это от Бога. – Ну, мне, в принципе, позиция видна. Вот, Игнатий Тихонович, как нам быть-то, гляньте, у вас видео пропадает постоянно. – Я бы вопрос. – Игнатий Тихонович, может быть, вы свяжетесь вдвоем, а я отойду, и будет ролик. А я сейчас отойду, просто моя позиция, все, я выстроил то, что хотел, в принципе. А теперь давайте я отключусь, а вы свяжетесь по новой друг с другом. Игорь, тогда позвоните, Игнатий Тихонович, хорошо? – Сергей, отстаньте, слушай так. – Да вас же не видно. – Ну, маленько-то видно, вас будет видно, голос ослышен. А что не видно – это ничего, не отходи, будь здесь. – Ну ладно. – Потому что я не инициатор этой встречи. Вот. И можно задать вопросы. Кроме того, у нас все выставляется в интернет. Вы не против, Игорь, что это будет выставлено? – Ну, я не знаю. Вы хотите, чтобы эта беседа была выставлена? – Обязательно. А если не выставлена, разговор закончен. Потому что очень важные вопросы, которые никто не знает, которые сейчас мы будем разрешать. Нужен для миллионов людей это будет, и никто им больше не скажет. – Хорошо. – Вы согласны? – Конечно. – Тогда несколько вопросов вам задам. Скажите, пожалуйста, а когда вы были крещены? – Я был крещен где-то в 1988 году. – То есть, вы были крещены в православной церкви? – Конечно. – Через троекратное полное погружение? – К сожалению, сказать об этом я точно не могу, потому что я был маленький. Те свидетели, которые, собственно, крестили, в этом ничего не понимают. Потому что мою маму, например, крестили вместе со мной. – Ну, не-не-не-не, без погружения везде были. Тут уже мы все исследовали. Так, я буду… Вопросы сразу коротко ответ, чтобы был. Вот. И когда вас покрестили, вы уже были христианин? Могли причащать вас как ребенка? – Я думаю, что меня не причащали как ребенка. – Ну, не причащали – это уже не другой вопрос. Но если вы были крещены даже и моченем, то вас уже можно было причащать в церкви как члена церкви. Правильно я понял? – Ну, вы правильно понимаете. Но, вы понимаете, дело в том, что в 88-м году в том месте, где меня крестили, это храм только открылся. Потому что там не было вообще никакого храма. – Ну, я не обещания. Я вообще говорю. Вообще. То есть, вы все, что я показывал Сергей, там ваше скакание, крики, вы выгибаетесь, крещите, по долбам беснуется. Это все было в стадии христианина? – Нет. – Как нет? Когда вы крещены-то в детстве. А когда вы отреклись от Христа, где у вас было раскрещение, как у Юлиана Отступника? – Игнатий Тихонович, дело в том, что я рос не в христианской семье, и в моем окружении не было никакого понятия ни о крестении, ни о христианской жизни. Крещение… – Да. – Послушайте. Вот если бы сейчас сидел здесь рядом человек, ну, из монастыря, отец Георгий, они бы ответили однозначно, что вы христианин, и с этого момента вы христианин до смертного счастья. Пока открыто не скажете, Христа не признаю, и я перешел в мусульманство. То есть, все, что вы делали, вы должны признаться, не пятиться назад. Вы делали это. Учего научно, не научно – это уже другой вопрос. Вы это делали в стадии христианина, попадая под все эпидемии, какие существуют в церкви. За каждого соблазненного вами вы в полном ответе на суде Божьем. Это уже даже назад пятиться не надо. И вот теперь, смотрите, в этом самом состоянии… Вопрос дальше почти вас не касается. Почему священники не искали вас, как свою овечку заблудшую? Первый вопрос. Вы себе где-то черкните его, чтобы не забыть. Дайте понять, что означает детское крещение, и выброшенное, это абортированное называется. Это все на совести священников, на совести всей патриархии. Вы понимаете, наш вопрос чрезвычайно глубокий. Он касается, может быть, сотни миллионов людей, не вас одного. Как только вас покрестили, вы христианин, и теперь сколько жён было, вы жили в блуде, вы развратник и прочее, вы под всем эпидемиям, каноном попадаете уже по по полной программе. И вот дальше. Теперь, когда вы уже сознательно признали, что всё это не так… Почему вы пришли в православие, а они отправились к так называемым харизматам бесноватым? Вот падают они, кричат. Вот более подходящее было бы для вас. То есть, вы уже имеете опыт этого скакания, плясания. Это как написано в Священном Писании. Первая книга царств 18.10. Как Саул бесновался, хорошая музыка его спасала. Вот третья книга царств 18.26. Вот там жрецы вааловы скакали. Вы себе маленько записывайте. И вы видите полная, абсолютная идентичность поведения, какое у вас было беснование. И поэтому, когда люди приходят от иудеев, то особый чин есть отречение от иудейского заблуждения. Перечисляется всё. Кто приходит из мусульман, принимает крещение, это совершенно неправильно сегодня ведут. Правильно понимал Даниил Сысоев? А абсолютно правильно. Чин православия о том, как отречься от заблуждения, откуда он приходит. Там поминается всё, что там есть. Вам нужен чин от беснования. Вас просто так сейчас приняли и в этом состоянии причащаетесь. Вы только закрепляете ещё в худшем положении себя. Демоны никуда не делись. Вы ещё не можете сказать, как положено. Кого-то вроде привлечёте. Никак. Вы должны в пепле и прахе плакать. Где вы были, как христианин? И сегодня криком кричать. Я был у сатаны в полном порабощении. Сатана пахал на мне. И вот когда руками не машут, скачут, ты там сам прыгаешь, изгибаешься. Там ни песни, нет ничего. Почему Иосиф Давидович Кобзон не прыгает, не скачет? Почему? Я просто спрашиваю. Я уже не говорю про Шаляпина. Почему Муслим Магомаев не пляшет, не скачет? Почему Людмила Зекина стоит как человек? Валентина Толкунова. И вы увидите само поведение показа. Таланта нуль. Образование музыкального. Совершенно у вас никакого нету. Да и вы сами об этом сознаётесь. Чистая правда у нас. Ни один из нас никто не заканчивал. Музыкальных школ, училищ и так далее. Мы все, так сказать, самоучки. А что? Беснование. Толпа беснующихся. И вы должны это чётко сказать. Пойти к священникам. Я не оттягиваюсь. Я просто не могу понять, как это сейчас относится к моей жизни. Я больше пяти лет не занимаюсь такой музыкой. вообще никакого отношения к этому не имею. Просто, как говорится, немножко не своевременно часто об этом говорить. Да, я с вами согласен. Конечно, абсолютно, так скажем, как вы говорите, неприемлемо, неэтично и так далее. Но к сегодняшнему настоянию это вообще никак не относится. Вы хорошее отношение имеете к интернету. Зарядите отношение к тому, что вы делали святых людей. Даже современников. Вы не найдёте ни одного положительного отзыва. Ни одного. И поэтому... Да, постойте. Постойте. Я разве как бы что-то положительное говорю? Да. Ничего положительного не говорю. Вы не отрекаетесь. Всем своим людям знакомым, которые обращаются к нам с такой музыкой, я всем советую читать книжку, называется «Приступление перед будущим», где очень подробно идёт описание и распорожное такое урок музыки, к чему она приводит. С этими людьми, которые занимались этой бесовщиной-то, я встречался. Выход только один. В интернете везде назвать это сатанизмом. Отрекаюсь. Каюсь от всех дел сатаны, всей гордыни его, всех ангелов его. Вот то, что говорится при крещении. И поэтому к священникам обратиться на полном серьёзе. Какой эпитемии я достоин? И дальше. Должны над вами вычитывать, а бесноватых тоже вычитывается молитвы Киприана Карфагенского. Вы были бесноваты. Вы в кругу бесноватых. И вы не только сами, когда сатана заходит, а вы добровольно пошли на это. Это другая статья. И вы людей в это увлекали. Такая популярная группа какая? Ну, когда несколько человек вместе делают какой-то грех, то статья только утяжеляется. За каждого, которого вы показали, что это правильно. Платили деньги. Вы ели. Всё это питались грехом. Вы не серьёзно отнеслись к этому. Я просто, ну как, хочу вам сказать это. Вы священное писание, видимо, совершенно в это время не брали в руки-то. Вот слово такое. Ну, конечно. Ну, вот. Священное писание, всё это. Возьмите музыку. Я уж не говорю, какого это Баха, там другие у нас, даже свои Прокопьева и другие. Посмотрите, какая музыка. У вас там ничего нету. Ни музыки, ни пения. А зачем выламываться, скакать было? Это беснование. Полное беснование. Я бы вас не знал, если бы мне вот брат Сергей не показал на это. Я так ахнул. Я до конца не могу досмотреть. Я, скорее всего, бросил и встал на молитву. И сегодня, зная, что Сергей предупредил меня, что будет эта беседа, у меня сон пропал. А у вас ничего не осталось, кроме одна слёзная молитва. Вы ещё не понимаете, что сделалось. И так как вы не отозвались, не прокляли это всё, не прокляли. Вы должны сказать, отрекаюсь и проклинаю и плюю. А не то, что вы по-хорошему к вам будут обращаться. Вы ещё, прости за выражение, в этом дерьме выше макушки сидите. Вам выйти надо. Перед всем миром, везде, где только ваши стояли ролики, выставить и показать. Я был бесноватый. И поэтому к вам обращаюсь, как плененными демонами. Это легион. Когда в совокупности делает, грех увеличивается. Смотрите, как толпа там крещат, мигает. И вы там бегаете, задираете ноги. Это христианин бегал. Христианин, наученный, не наученный. Ты уже был крещённый. А если ещё не значит прекратить повсеместное крещение детей. Как об этом говорит Смирнов, Иосифов и прочее. Крестить только там, где думают учить. Учат людей, когда оба верующие, они, как называют, воцерковлённые. Воцерковлённое – это поганишее слово. Нет воцерковления, есть рождение свыше. У вас ничего этого не было. И поэтому, если вы ещё будете где-то в монастыре, расскажите о нашем разговоре. И скажите, обо мне плачет одна душа. Вы мне полюбились. Вот в чём дело. Я не просто о вас молюсь, как о Горбачёве, произношу имя его. А как о человеке, которые обманут попами сегодня, монахами. Они не поняли, откуда вы. Но он, епископ говорит, приходящих из мирской жизни отблудно не скоро принимать. От трёх до пяти лет только трёх до пяти. Меньше трёх лет нельзя срок этот, как раньше у коммунистового партийный, какой-то там предварительный кандидатский стаж и здесь. От трёх до пяти лет вы должны каяться и молиться. Показать плоды – это пост, особый пост. Вы, похоже, не спастились ещё. Вы очень похожи на Евдокимова, что-то такое крепкое сидит в вас. Это ужасное состояние, страшное, погибельное. Вас просто выдирать приходится. Скажу, молитва у вас идёт очень тяжело. Очень тяжело. Меня спрашивают, а как вы узнаёте? Если я не узнаю, я и не молюсь, тогда так. Я должен заставлять себя молиться, прям заставлять со скрипом. Вы обмануты. Видимо, причастились, я подумал-то. Самое страшное, что вы причастились. И поэтому грех не признан. Вам сейчас будет очень трудно раскаяться в этом. Поэтому ищите только на молитве. Вам уже никто не поможет. Меня наткнул Сергей. Будьте ему особенно благодарен. Этот человек знает, о чём говорит. Этой встречи нашей с вами бы не было. Мы бы продолжали. Я бы отвечал на ваши вопросы о миссиологии. Выбросите слова. Конкретно надо работать. Мысль пришла – я вышел на работу. Вот у меня луковки сегодня проросли две. Я их тут же взял, пошёл, выкопал землю, полил, пошёл воды, принёс, полил. Всё, они уже растут. Не завтра. Не закончив обед, я уже побежал в огород скорее. Итак, покаяние. Ныне, когда услышите голос Божий, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Не подумайте, что я вам враг или кто-то. Вас обманули. Приёма такого в церковь без отречения нету. Найти даже такого пастыря, от которого волчатиной не тянет. Почему Ян Затаус говорит, избирай пастыря, не избери волка? Раз они… Постойте, я не очень понял, а почему Вы решили, что, когда я пришёл в церковь, я не покаялся в этом? Да, потому что Вы говорите. Вы не прокляли нигде, Вы ещё с ними связь держите. Наколки Вас как будто не касаются. Ни одного признака покаяния я не увидел нигде. Вы с голыми руками сходите, это подтверждение Вашей нераскаяности. Понимаете что? Это прямое подтверждение нераскаяности. Игорь, пастолом 140-й, я гляжу, Вы не торопитесь записывать, что я Вам говорю, запишите. Почему я не знаю? Запишите. Я просто… Запишите. Да, да, да. У меня просто здесь… Псалом 140. У меня здесь телефон. Псалом 140. Третья царств 18.26. Третья книга царств 18.26. И Исаия 13.21. Косматы скачут и прочее. Вы демоны были. С демоном проданы просто… И Матфея 8.28. Вот Сергей на это дело навел. Вы должны возненавидеть лютой ненавистью. Враги они мне, как говорит Давид. Лютой ненавистью ненавижу их. Это состояние, где Вы были. И другим это в интернете выстоять. Не думайте, по-хорошему они к Тебе обратятся. Это лукавые отговорки. Это хитрость сатаны, которая на крючке держит этих своих адептов. Ты должен сейчас день и ночь рыдать об этом. Боже, где я был? Что со мной было? Кому я служил, называясь христианином? Да зачем же меня они в детстве крестили-то? Прекрати детское крещение там, где в семьях нет стопроцентной отдачи Богу. Вот в чем смысл-то. И все это наткнул Сергей, который перед Вами. Он жив сегодня, а завтра не будет. Сумею бы отдать Богу благодарность, что такие люди около нас есть еще. Он мимо прошел бы и ничего не сказал. Но, похоже, Вам не очень понравился наш разговор. Вот. А это, значит, не отречение от самого себя. Вас хоть каким сегодня называют, Вы скажите, я все равно хуже был. Любое поношение, Вы должны сказать, я в тысячу раз хуже был. Я служил всем умом, всем сердцем, всей душой дьяволу. Я был враг Божий, враг. Любящий мир. Кто, написано, любит мир, в том нет любви очей. Нет любви очей. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Дружба с миром – это вражда с Богом. Ты враждовал все эти годы с Богом. Ты враг Божий. А тебя сразу приняли. Меньше трех лет ты не должен быть был как оглашаемый. Ты в стадии, в которой церковь тебя не должны запускать. Вот как каноны нам говорят церковные. Православие. А пойти к харизматам – ты готовый. Ты там уже искакать все будешь делать. Положение, дорогой Игорек, намного серьезнее. Намного. Опыта у Вас еще никакого нет. А уже какие-то проекты составляете. У Вас должен быть проект один. Господи, дай мне истинное покаяние. Дай осознать, что где я был. И как этим людям сказать, чтобы они увидели, что тебя тошнит и рвет, когда ты вспоминаешь, и что они там делают. Ты у всех, которые остались, попроси прощения. Я вас вел туда. Я дружил с демонами, как Лев Толстой назывался, чертями, чертовщиной занимался. А вы получали за это деньги и ели. Ты сбрьешь это все. За то, что люди вад шли, они тебе еще и деньги платили. Посмотри, как они там машут руками, как ты скачешь, выворачиваешься. Там нету ничего человеческого. Там все сатанинское. И это музыка тяжелая, это по ступеням в ад души летят. Мне это открыто было в первый день, когда я обратился к Богу. В один день, да еще до обращения, я уже нигде не подходил к мирским людям. Никогда. На танцплощадке ни разу не был. Я ужасался этого. Не зная Евангелия, я старался спрятаться даже в армии и помолиться Богу. Это избрание. Здесь нет никакого признака избрания. И вас попы запутали. А если бы правильно пошли, начните сначала сегодня. И тогда у вас будет по-другому. Вас не навечно. Вот в церковь, вот сейчас внесли в церковь байкеры и священники. Потом Иван Ахлобыстин, они внесли такую метаморфозу. И глядя на них уже другие думают, что это нормально уже носить татуировки перед людьми. И, как вы видите, возможно сбились такие рамки понимания церковных устоинств. Епископы дурят, дуркуют. Федора, путешественника, конюхова, зачем рукоположили? Написано, иди к народу, а он один на волнах медузам проповедует. Ахлобыстин, клоун. Он ничего не имеет святого перед собой. Священники его, они любого негодяя тянут туда. То есть это развратители сами и туда ведут. Мне очень сильный благощинный сказал, я говорю, точно знаю где, без чемодана денег. Епископ не рукополагает. Епископы, чтобы пробраться-то. И что они делают? Отдельно принимают только гомосексуалистов уже. Вы должны смотреть не на них, на этих волков, а что Бог говорит. А Бог вот как нам говорит. Святое Писание говорит, я говорю вам, епископ Нон, и жития святой Евдокии. Не скоро принимать оттуда. То есть им назначается определенный срок, не меньше трех лет. Испытательный срок. Действительно ли ты вышел? А как ты вышел, когда ты не страшишься? Ты тебе это все заклеил, стесал. Вот я знаю, один у нас обратился был такой. Такой никак. Он просто взял напильник и напильником со шкурой содрал все это с себя. А у вас это даже никакой нужды нет. Ну и был, и был. То есть весь заклейменно. На тебе, говорит, печать ставить негде, как заграничный чемодан. И даже нужды никакой нету. Я говорю об этом, потому что на мне нет ни одной точки. Бог меня хранил. Выйди из этого состояния. После молитвы. После молитвы. Неделю не ешь, не пей. И тебе ангел явит. Знаете, Игнат Тихонович, я не хочу никаких явлений ангела. Я хочу видеть только собственные согрешения. И раз вы спрашиваете, почему я себя так чувствую, я обращаюсь к Священному Писанию и пару строк прочитаю. Исайя 43, 25. Я, я сам изглажу преступления твои, ради себя самого и грехов твоих не помяну. Исайя. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и да он помилует его и к Богу нашему, ибо он многомилостив. И Иезекииль говорит 33, 12. И ты, Сын Человеческий, скажи сынам народа твоего, праведностью праведника не спасет в день преступления его, и беззаконник за беззаконие свое не пойдет в день обращения от беззакония своего. Ровно как и праведник в день согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность. Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянул, и он умрет от неправды своей, какую сделал. А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делает ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни одного из грехов его, какие он сделал, не поменется ему. Он стал творить суд и правду, он будет жив. Я надеюсь на Господа своего Иисуса Христа, который кровью своей искупил всякого человека. На себя надеяться не могу. Прах и пепел. А как, Василий Великий считал эти слова хоть когда-то или нет? Василий Великий, как считаете? Я думаю, что читал, конечно, не раз. Дайте его 91 правило. Нам выдумывать не надо. Это говорится, когда раскаялся. Тут нет раскаяния. Написано, любящий Господа, ненавидьте зло. Псалом 96, 10 стих. В одном стихе. Смотрите, Игнат Тихонович, получается такая история, которая как бы немножко несвоевременная получилась. То есть вы не видели, как бы увидите то мое прошлое, но не видите моего настоящего. И делаете вывод о том, что покаяние не произошло. На самом деле, после того, как я ушел из группы, я целый год прожил в монастыре. Да, то есть как бы в посте, в молитве, как полагается. И то, что не было никакого... Ваши открытые руки говорят обо всем. Вам не опасаться вот одними руками, я просто... И царь Давид тоже говорит обо всем. Он говорит, я как грех мой, предо мною есть выду. И это то, что мои грехи, которые касаются меня. То вам лучше мельничный жернов на шею повесить. И одними руками вы соблазните ни одного из молодцев, понимаете? Понимаете, Сергей, дело в том, что как раз так как я имею эситуировки, я могу сказать другим людям о том, что по ней это не делают. А тот, кто не имеет, он не может. Нам не скажете о десяток соблазнитель, понимаете? Это... вот эти руки говорят о вашем. Не раскаяй, не было покаяния. Из-за одних только рук. Это понятно любому церковному человеку. Ну, по поводу того, что это непонятно, мне это тоже непонятно. Потому что... А что мне теперь с этим делать? Давайте лучше обсудим так. Вот давайте предложите ваш вариант. Нет, эти никому не показывают никогда больше. И все. Никому, особенно своему сыну никогда, но он уже видел, к сожалению. Игорь, а вот смотрим немного на историю. Вот у нас как свадьба, говорит, и небо в копеечку. Почему у римлян существовало правило, до 30 лет молодожены под страхом смертной казни не имели выпить ни одного грамма алкоголя? Почему так заботились об этом? Знаешь? Будущее поколение... Я знаю, что до 30 лет считался несовершеннолетний человек. Вообще, изженились они раньше, в 16 лет. И до 30 лет не разрешалось в рот ничего брать молодоженам. Ну, я просто так говорю. Теперь смотри. В спарте даже, возьмем языческое, как воспитывали? Три года ребенку, его отнимали навсегда. Из него был боец, который сегодня все еще удивляет весь этот мир. Его учили, а он не плыл. Вы плыли, где попало. Вы полностью сжатые, пропитанные, то есть сидели в нехорошем месте, так скажем, где-то. И теперь... А у меня покаяние было. Но даже в разговоре с этим отцом Георгием вы так и не сказали нужное слово и сказать, я отрекаюсь от дел сатаны, я проклинаю эту ересь. Это дьяволизм такой захватил меня, а этого у вас нету. Нету его. Вы еще... Да нет, это не как... Вот люди, которые приходят, 50-ти харизматы. Я спрашиваю, а вот вы понимаете, что вас говорил не просто, не знаете, языка, а дух. Вы должны сказать, это от сатаны было. Им это очень трудно сказать. Но которые сказали, они сразу делаются другими людьми. Никогда не надо извинения искать для дел греховных, как Давид говорит, чтобы никогда этого не было. А кто Иона? Иона, митрополит киевский, святой. И он говорит, святые не показали пощады, и от нас ее не будет. Мы не имеем права. Когда без этпетимии, а вы уже христианин были, вас допускают. Иоанн Затаус говорит, кто допускает вас до причастия, гибнет сам и губит вас. То есть вы сатану закрепляете в себе, не упускайте его. Вот суть-то какая. Причастия-то никакого нет. Как за 17 января Макарий Александрийский. И причащается. А он один стоит и видит, как демоны, эфиопы, толкают людям уголь в рот. А что, священник дает? А ангельской рукой уносится в алтарь. Не при счастье, ничего там нет. У вас не было покаяния. Брат Сергей абсолютно правильно говорит. А вы просчитали эти места. Я вам скажу так. Маленький пацаненок, это мне рассказать, через кого я обратился. Мой Михаил и тот Михаил. Пришел дядя Миша. Вот смотри, написано, родители, не огорчайте детей. А он открывает и написано, а вот написано, не жалей розги свои. А пацаненок небольшой, там лет 7. А он говорит, а вот написано, не жалей розги, не возмущайся криком. Ребенок на него возрелся, потом Библию захлопал. Дядя Миша, у вас плохая Библия. Вот вы как пятилетний ребенок, хорошее для себя выбрали, а то, что к вам не относится. Там, внимательно вникните, где есть покаяние. Без покаяния нет упрощения. А покаяния-то и не было. Это не произнесение, нужно делами подтвердить. Вот Сергей ухватил вас за руку. Все, чтобы ни один человек солнца, и дома никто вас не видел. Меня дома жена втрекой ни разу не видела. Ни разу. Это другой уровень совершенно. Раньше у этих уремлян было, ребенок не имел права ходить с родителями в баню вместе, с отцом. Даже с отцом. А у нас нужды никакой нету. И муж, и жена, и она, это канон ее, что муж с женой вместе не моются. Канон запрещает этого. А у нас еще нету. Уровень другой. У меня, Игорь Ильич, можно я вот, у меня вот есть живой пример. Я вот в прошлом, 15 лет назад, был великим блудником. У меня могло быть, могло было быть сразу до трех женщин. Вот. И у меня этих женщин, я сейчас до сих пор знаю, я знаю их контакты. Вот. Почему? А мне иногда сатана подсказывает, да ты свяжись с этими женщинами. Вот. И может быть, ты, возможно, приведешь ее на путь-то истинный. Вот. И я тут же вспоминаю, Игорь Ильич, и не, я на тот путь больше не встану. Потому что я знаю, что я туда встану, на этот путь, я ее вызваню, я с ней созвонюсь, и мне уже появятся блудные мысли, зайдут в голову ко мне. Пригласить ее домой на чашечку чая, побеседовать с ней. Я полностью отстал от этого, потому что я понимаю, что за этим следует. И обращаясь вот к тем, кто сейчас прыгает и поет, там ни единого шанса их нет привести к Богу. Если их Бог захочет привести к себе, то только сам. И никто больше. Игорь, вот такой пример маленький. Он очень большой. Апостол Павел, когда обратился, он мгновенно противостал иудеям. Сразу же противостал. Так он же был раввин. Не имеет значения. И тут же 40 киллеров убить его. А не то, что я кого-то привлеку, маленько буду поддакивать, как у нас есть знакомый такой из баптистов пришел, и все, они церковь. Он не вышел оттуда. Он к православным-то назвался, а они не понимают. Они не церковь. Он не может произнести эти слова. Он знает, о ком мы говорили в Америке. Вы должны прямо сказать, это от сатаны. И не думай туда идти. Святые говорят, если ты впал в блуд женщины, той улицы не проходи. Не разговаривай там, по-нашему сказать, не звони, не будь. Вы всякую связь прекратить не можете сейчас. А вроде кого-то спасать будете. Вы сами не спасенные. Я никого спасать не собираюсь. Нет. Вы очень уже хотите спасать. Никого я спасать не собираюсь. Христос спасает. Ну, не вы, но за свидетельство. Мое дело как бы свидетельствовать и свидетельствовать своей жизнью, да, то есть как можно больше. Вы не можете свидетельствовать своей жизнью. Вам правильно сегодня Сергей говорит. Больше разговоров на эту тему с вами не будет. Вы должны это проклясть. Проклинаю блудолюбивую ересь. Святые отцы на всех соборах так говорили, предавали анафеме. И вы им должны показать. Я был с демонами. И вы там остались. Меня Господь вытаскивает оттуда. Я все еще сопротивляюсь. Бесноватый никогда себя не защищал, что он не бесноватый. Он понимал, где он был. Жрецы вааловы скакали, кололи себя. Или я головы им отрубил. Конечно. И подтверждение, вот опять же, как на всю страну. Он же прямой вопрос вам задал. Вы признаете сатанизмом? В том, чем вы участвовали. Вы усмехнулись и отрицали этот вопрос. Нет, конечно, я не осознаю это сатанизмом. Вы должны были дать прямой, если у вас покаяние было, должны были дать прямой, четкий ответ. Да, я участвовал в делах сатаны. Все, других оправданий и ответов не может быть никаких. Это чистый сатанизм. Вы своей жизнью сегодня главную должность взяли быть адвокатом у дьявола и у бесноватов. Игорь, ну, я думаю, есть, если что сказать, давайте будем заканчивать. И вы, может быть... Ну, как бы, я думаю, что мы пообщались, да, то есть сделали каждый какие-то свои выводы. Я услышал вас, я еще потом пересмотрю эту беседу. Вот. Конечно, хочется сказать слова апостола Павла из Римлянам 14.4. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восстановить его. Прошу вас молиться обо мне, если есть у вас на это силы возможности. Вот, Игорь, вы берете местописание. Ни одного места, которое вы прочитали, к вам оно не относится. Апостол Павел говорит о членах церкви, когда судят друг друга. Одни едят, другие не едят. Вы о чем речь идет? О пище. Одни считали, можно мясо есть, а другие нет. А вы считаете, одни считают, можно сатаной в обнимку быть и спать, а другие нет. Вы совершенно не о том говорите. Местописание, которое вы считаете... А для чего Господь может восставить падающего человека? Он может восставить ее от греха. Это речь, в данном случае, это место. Вот именно. Вот поэтому я и говорю о том, что Господь может восставить человека именно от греха. Когда мы осуждаем других людей, мы не знаем, мы видим их, как говорится, падение, но не видим их покаяния. И поэтому я надеюсь, что Господь силен восстановить любого грешника. Был он в сатанизме, был он в ересе, был он где угодно. Если есть покаяние, Господь силен восставить любого. Но у вас-то покаяния нет, и вы не можете понять, о чем вам говорим. Покаяния нет, потому что вы не возненавидели это, и даже сатанизмом не можете назвать-то. У вас нет покаяния. Вы все еще там находитесь. О чем речь-то идет? Сергей уже третий раз вам одно из них повторяет, и даже присвященники, и вы не могли этого сказать. То есть при одном упоминании вы бы вздрогнули и сказали, батюшка, еще помолитесь. Я знаю, когда люди шепчут бабки, они всегда защищают. Но я же добро делаю. У них иконы стоят, свечи. И вот один говорит, я исповедовал его. Схимонах. Все отказались. Я, говорит, исповедовал его. Начиная с утра, говорит, до глубокой ночи звезды появились. И только тогда достучался до него. И он, а все время оправдал. Я же добро делал. Я людям там печень лечил, как Кашпировский. И тогда только заплакал старец. Он прямо показал. Я вижу, как демону в ад тащат твою душу. Это все в житиях показано. В духовном луге. Он все, все ему рассказал. Не понимает, почему он плененый. Я вам говорю сейчас, а вы, да вы сейчас, разве такие слова говорили бы? А вы находите места, которые к вам не относятся. То есть какая-то крышка, какое-то оправдание. Речь шла о членах общины, которые остудили друг друга за пищу. Одни ели, другие не ели. Посчитайте дальше-то. Какое отношение... Я прекрасно понимаю. Я говорю конкретно о восстановлении Господом тех людей, которые падают. Да вы не падали. И о возуждении тех, которые... Вы не падали, потому что вы никогда не стояли. Стоять может кто-то, кто падает. Но вы крещение меняли. Я дошел до самого дна. В образе христианина вы все это вытворяли. Вы все время только там внизу, как черви в мешке были. С этой кучей, которая вокруг вас депута прыгали. Осуждение здесь не малейшее. Понимаете, я нахожусь в страшных болях. Я вот ради этой беседы всю ночь не спал. Вот я, допустим, уже практически сутки не сплю и ночь не спал. Ради того, чтобы выступить вот сегодня с Игнатием Тихоновичем и, может быть, донести до вас хоть как-то вот то, что наше видение. Понимаете, здесь никакого осуждения. Тут только плащ один. Тут кроме плаща не может больше ничего быть. Понимаете? К первой ступеньке подтащить вас к покаянию, к осознанию, где вы находились-то. У вас этого нет первой ступеньки. Это отвергнись в себя. У вас этого нету. Ну, шагнул, опять туда же и пришел. С одной, говорится, беды в другую. Вы там должны это осознать. И там есть, говорит, всю эту блевотину теперь вскипятить им, показать, где вы находитесь. Туда даже можно один раз пойти, но в присутствии кого-то и сказать, я служил сатане, сатане, и вы служите сатане. Что Павел сказал иудеям, вы дополняете меру отцов своих, Христос сказал. А вы как будто шагнули через церковный порог, нормально, все, не судите, раб, Бог силен, спасти. То есть эти слова все сектанты, баптисты говорят, потому что они каются. У православных это не на первом месте. У православных первое, как отвергнет себя, возьми крест, следуй за мною. Это, дорогой, очень большая работа. Давайте, Павел, пообщаемся просто по поводу именно того момента. Я, что занимаюсь сейчас этим делом, нет. Все контакты с этими людьми я прервал. Все, как говорится, песни, которые, из которых я занимался, всем отдал все, как бы, все свои возможности отлечения от этого я как мог, сделал. Так не обидьтесь, я спрошу, Игорь. Вам кто-то говорил, нет, что вам нужно объявить пост, не пить и не есть, хотя бы с неделю. И пребывать непрестанно в молитве. И уйти из дома на неделю, хотя бы в монастырь или куда-то. Не поднимая головы, в пепле и прахе, одну неделю проведите. Вам не советовали священники? Игорь Тихонович, дело в том, что когда у меня, так скажем, произошло глубокое покаяние, я сам уехал не на неделю, а на год. Нет, я говорю не об этом. Вы опять, видите, как у вас разворотся. Я говорю, не пить и не есть, вы не исхудавший. Так что у вас позвоночник спереди видно будет. Вы неделю не пейте и не ешьте. Благословитесь у священника и куда-то удалитесь дома, в коморку, не надо в монастырь. Вы этим не прикрывайтесь. И в молитве возьми с собой одну Библию и больше ничего нет. И поганая ведра, а через день она уже вам не потребуется. Проведите там это время. Мой совет такой вам. Это очень хорошо практикуется у католиков. Вы тогда увидите, где вы были. Это сказал Герман Евдокии. Неделю не бери в рот ничего, и тебе ангел явится. И так и получилось. Житие святой Евдокии 14 марта. По новому стилю. Просчитайте. Инатий Тихонович, я услышал ваш совет, и я постараюсь. Дорогой, нету было оружия после молитвы, нету. Вы пленен и сатаной по сегодняшний день. Вы не можете отступиться от него никак. Когда Киприян это понял, сатана бросился и начал его душить. Душить начал. А он самый главный колдун был востока и запада, севера и юга. Какой колдун был. Но не знал, думал, для Бога. И чтобы к Кашпировскому вырваться, нужно, чтобы все поколение перемерло. И он последний тогда только покаяться. Он не может покаяться. Он сказал заранее, будешь каяться, я тебя задушу. Я с ним беседую, с луном. А он мне прямо говорит, я не могу, он меня сразу убьет. А ходит, причащается. Это намного дорогое, сложнее все. Пост и молитва. Другого оружия не дано. А что там, монастыри и все это. Вам никто не сказал этого даже, я вижу. Вы не исхудавший. Вы из этого поста выйдете обновленный, просветленный. У вас духа покаяния, этого нет. А я покаялся. Если говорят явка с повинной, сначала закопаны миллиарды. Отдайте олигархи. Отдайте, что наворовали. Отдайте народу. Так и здесь. Ты должен пойти и прокричать там, в спокойном духе, в посте и молитве. Я служил в сатане. Я увлекал вас туда. Эту блевотину вы должны залезать своим языком и сказать, вот сколько вас есть. Я прошу вас, передайте другим. Я вас влек в ад. Вы можете со мной что угодно делать. Я виновен вашей гибели. Я служитель сатаны. И не могу никак отречься от этого и назвать. Вот о чем мы беседуем-то сегодня. Ну, видите, Игорь, он хочет сказать, что он покаялся. Вот он, ну, просто, возможно, вот у него нет ощущения такого вот, что мы, допустим, увидели за ним. Я как только увидел у меня, я вот, до сегодняшнего часа, я вот, ну, мне неспокойно было. Вот как только руки, вот эти фотографии с сыном, или вот как ходишь с сыном рядом, трехлетний, нисколько, два года, я не знаю. Страшная вещь. Только, только ради Бога, не прими какие-то обиды или осуждения, ни в коем случае. Нет, наоборот. Я, кстати, его зря. Я думал, что здесь очень... Посему вы вещеваете друг друга и наседаете один друг друга, как вы и делаете. Тут вот какое дело, Игорь. Первоначально, у тебя нет осознания, что ты делал это все, будучи христианином. У вас вообще этого понятия нет. Но это именно так. Вы крещены были, в любой момент могли причащаться, это только христианин. И в стадии христианина вы явились виновником гибели тысячи людей. У вас в этом-то покаяния нет. Нету. Вы не просто убийца, вы массовые убийцы. Ну, там где-то ролик, я видел, там, по-моему, Игорь говорит, что там миллионы людей были, интересовались группой. И причем эти же все миллионы, они же наркоманы были. За миллионы людей вы ответственны. Сколько погибло от наркотиков из-за этой музыки. Сейчас здесь происходят подготовки к одному из самых долгожданных концертов года. И через полчаса вся эта площадь будет заполнена людьми. Людьми, которые ждут группу Аматори. Питерские неметалисты Аматори собирают полные концертные залы в любом городе нашей страны. Ребята пообещали, что теперь в Казани они будут частными гостями. И обязательно приедут с юбилейным туром, посвященным десятилетию существования группы. Стоит отметить, что за эти 10 лет ребята влюбили в себя миллионы слушателей. Видите, как легко перепрыгнул в дамки, уже все. Как будто пока... Это не покаяние. Покаяние осознать, кого я убил. Вот мы считаем, даже в житиях святых такие были. Его уже Бог простил. А у него покаяние было. Он ухватился у Симеона Столпника. И пока не умер, не отпустил этого столпа. Мы считаем Афродисия. Он убил, огневался и убил кулаком мула, мул. Сильный был парень. Он 30 лет каялся. Больше в комнату не зашел. На дожде, на хворосте лежал и спал. Плакал так, что мешал спать в монастыре. Посмотри, когда мы считаем у Авраамия Мария. Монах ее соблазнил. Она снова была запечатана Авраамием. Выхода не было. И она плакала так, что идущая с работы ночью. Все плакали. А это так я сказал, вы, будучи христианином, не мусульманином, не буддистом, творили вот это все страшное бесовское. Да ты сегодня бы все силы приложил, заплатил миллионы, чтобы убрать из интернета все это. А даже нужды никакой нет. Я покаялся. Залежи за собой, убери. Покаяние требует плодов, а плодов нет. Ну, Игорь, наверное, пора уже. Давай. Хорошо. Игорь, всего вам наилучшего. Все без обид только. Вы в моей молитве пока сами не скажете, что вам не нужна эта помощь. Будем. Как говорит, по-моему, Аба-Дорофей, он говорит, облегчающего тебя люби. Потому что он показывает на язвы твои. Так и написано. Не тот друг, кто меня дамажит, а кто правду в глаза скажет. Вот. Да, поэтому я вас благодарю за ваше неравнодушие, за вашу беседу. Прошу молитв. То есть мне нужно немножко времени на то, чтобы осознать то, что вы сказали еще раз. И вопрос еще, Игорь, просто так. Скажите, вы знаете, что муж глава семьи? Конечно. Чтобы нигде не быть подкаблучником. Нигде. Имея это в виду, сатана постарается тебя загнать и в этом случае. Рядом находящиеся будут тебя нашептывать. Да не надо, Игорек, да ты нормально перешел, да все. А то эти будут тебя искать. Те бесноватые за тобой охотятся будут, 40 киллеров. Никого не слушай. Сегодня самое главное это Ева. Позаботься о ней. Все, Игорь, с Богом. С Богом.